Можно зайти на нашу страницу и потыкать на нашу презентацию, на наше приложение. У нас также есть приложение для андроида и алиоса, если хотите, можем потом поделиться. И самое главное, у нас уже есть задеплойный смарт-контракт в тест-нете, их уже можно подергать с часа на час, а их можно будет подергать прямо из ремиксов. В общем, идея у нас такая же простая. Вспоминаем, пару месяцев назад умер основатель одной из канадских криптобирж, унес с собой все приватные ключи, плачки остались везде. Значит, эта ситуация нас не устраивает. Эта ситуация нас не устраивает, мы хотим получить возможность возвращать доступ к нашим криптоактивам, и при этом, чтобы это было децентрализованно. Плюс регуляторные требования это требуют. Значит, что мы тогда предлагаем? У нас есть идея, отличная идея. Мы не храним ключи, мы их не шифруем. Мы считаем по старости с админской поговорки, что потеряно, то украдено. И плюс мы следуем полному принципу децентрализации. Что мы делаем с ключами? Мы просто делаем, как уже говорилось ранее, аккаунт, на котором смарт-контракт, на котором мы реализуем кошелек, который хранит все криптоактивы. И вы являетесь собственником этого крипто-кошелька. Только вы можете располагать средствами на этом крипто-кошельке. Но если вы потеряете доступ к первичному аккаунту, вы потеряете доступ к этому смарт-контракту. Вы не потеряете средства. Потому что мы придумали для вас способ восстановить данные. Мы воспользовались тем, что будет всегда, скорее всего, в ближайшие лет 10, 15, 20 точно. И то, что есть везде. Это нотариусы. Вы можете прийти к нотариусам, попросить их зашифровать какую-то фразу их цифровой подписью. Эти данные собрать у 3, 4, 5, 10, 15, сколько вам требуется и позволяет в день средства. И с помощью этих данных засетапить тот смарт-контракт, который мы вам предоставляем. Собственно, мы предоставляем вам список нотариусов, в которых есть цифровая подпись. Насколько мне известно, у всех у них есть цифровая подпись. Мы предоставляем вам смарт-контракты с функцией восстановления доступа. Мы предоставляем вам DApp, полностью децентрализованный. Вы можете просто скачать эту веб-страничку у себя на любом устройстве и воспользоваться. И, естественно, уверенность в завтрашнем дне. Что дальше мы хотим? Ну, когда мы получим, невозможно, мы получим деньги или появится заказчик, мы закончим наш MVP, полнофункциональный, со всеми состелками-перделками, и получим деньги. Что сейчас мы имеем? У нас есть небольшой демо, у нас есть предустановленный какой-то человек, у него есть какой-то баланс на эфире. Этот кошелек можно проверить, если кому-то надо. Мы можем настроить для него кошелек. Собственно, у него есть публичный ключ. Кто будет аккаунт проверять? Никто не хочет? Я подожду. Ну, я верю. Вставляем тестовые данные. Это как раз тот результат работы цифровой подписи нотариусов, которую вы собрали. В нашем случае мы прошли через три аккаунта, через три нотариуса, и создаем собственный крипто-кошелек, которым вы теперь можете распоряжаться. Вот у нас есть Aderscan. Можно посмотреть, что у нас буквально 4 секунды назад создался смарт-контракт, который мы можем выполнять. Если вы потеряли доступ, у нас есть также аналогичная форма по восстановлению доступа, и она, с точки зрения пользователя, происходит точно так же, просто по нажатию кнопки. Собственно, на этом все. Если желание, предложение, да, пожалуйста, давайте. Да, пожалуйста, вы придумали, как вы будете решать вопрос с разными форматами цифровой подписи нотариусов? Мы ее не расшифровываем. А как проверять на контракте? Иван, можно вас объяснить? На самом деле, требуем о немедленности фирмы. Фирмы по заключению цифровой, мы ее самая... Это на данном этапе, а так наше законодательство стандартизирует цифровые подписи, которыми пользуются на контракте. И в эфире как проверять? Мы напишем функцию. В эфире придется писать большой сможет и контракт, и возобновление, на самом деле, редко, и довольно врага операция, потому что мы еще раз обойти нотариусом, мы продолжаем... Да, мы можем... То есть у вас решение на крайняк, то есть если умер кто-то, тогда я пойду по 15-ти нотариусом, соберу все, но я не смогу восстановить. Это зависит от уровня паранойи, который... Нотариус, если он умирает, то есть свои дела с вершиной. Да, вот реальная штука, этот фирм, я не буду на наследно прождует. Два вопроса. Как раз уставка в бизнесе, а вот. Следующий. Вот, смотрите. Окей, значит, задатель пишет, был, да? Он подписался в утром нотариусу. Список нотариусов открыт в тайне, то есть он может посмотреть. Окей, теперь нотариус, прочитай на растяжку, этот чувак откинулся, посмотрел, какой пилист, созвонился со всеми и решили попить, естественно. Хорошо. Вы к нотариусу пришли, вы говорите какую-то фразу, которая генерируется. Он сохранил эту фразу или нет? Это во-первых. Мне казалось, что он может подписывать свои подписи, и потом... Да, подписывать какие-то данные, которые вы ему даете. Так еще раз. Почему нотариусы в безуме не могут взять и просто остановить доступ в CDN? Им, во-первых, нужно скоперироваться. Хорошо. Я имею в виду, когда у тебя 2 миллиарда долларов. Хорошо. Второе. Что им нужно восстановить... Им нужно, во-первых, узнать, куда эти данные... Какой смарт-контракт, что нужно отправить. Вы им не говорите, какой смарт-аккаунт вы получаете после того, как вы сгенерировали это так... Воспользоваться в услуге. Какая-нибудь боится... Вы сначала получили у нотариуса все данные для генерации кошелька, и только потом кошелек создался. Но он может с помощью своей подписи или каких-то данных о себе. То есть в нотариусе есть публичный ключ, который записывается. Да, да, да. Он может в сайте с чешу шифровалами. Но он может же найти контракт по своей подписи. Ребят, давайте, наверное, заканчиваем. У нас еще будет время, потом все обсудим. И все вопросы являются у нас критиками. Спасибо большое.